В Токио продолжаются летние паралимпийские игры. Сегодняшний день запомнился знаменательным событием. Капелка нашей сборной пополнилась золотой медалью. Наш дзюдоист в финальной схватке в категории до 66 килограммов одолел соперника из Испании и завоевал высшую награду Паралимпиады. В паралимпийских играх принимают участие 163 делегации со всего мира. Следует отметить, что среди них делегация Узбекистана впервые в своей истории завоевала 55 лицензий 48 спортсменами. В рамках первого дня Паралимпиады Токио 2020 наш паропловец Ислам Асланов завоевал бронзовую медаль. В заплыве на 100 метров в баттерфляем среди мужчин приняли участие двое представителей Узбекистана. Ислам Асланов с результатом в 57 и 12 секунд удостоился бронзы. Сегодня завершились выступления по пароатлетике среди женщин по прыжкам в длину. Примечательно, что нашей представительнице Асилии Мерзоёровой удалось завоевать серебряную медаль. Это мое первое соревнование в Токио. Я очень старалась получить золотую медаль, соревновалась с спортсменом из Бразилии. Надеюсь, в следующий раз я обязательно получу золото. Хочу поблагодарить нашего президента за созданные условия. И эта медаль в честь празднования 30-летия нашей независимости. Моя мотивация – это наш президент. С результатом 4,91 метра Мерзоёрова заняла второе место и добавила еще одну медаль в копилку сборной Узбекистана. И сегодня же делегация Узбекистана завоевала первую золотую медаль Паралимпийских игр Токио 2020. Среди наших спортсменов первым чемпионом стал Учкун Куранбаев. На протяжении двух-трех дней ждали вестей. Болели за наших дорогих спортсменов. Очень рады результатом. Гордимся. В схватке за золото он вышел на татами с испанцем Сергио Ибанесом. Бескомпромиссная борьба завершилась в пользу нашего парадзюдоиста. Поздравляем наших спортсменов, их семьи и Национальный паралимпийский комитет с победой. Напоминаем, паралимпиада Токио 2020 продлится до 5 сентября. Желаем удачи и ярких побед нашим представителям на этих играх.